Русское географическое общество и телеканал «Моя планета» представляют. Знакомьтесь, лучшие гиды России. Все они стали победителями третьего всероссийского конкурса «Лучший гид России», организованного Русским географическим обществом и телеканалом «Моя планета». И теперь они получили уникальную возможность провести экскурсию в эфире нашего канала. Сегодня «Звездный час» настал для Егора Сартакова из Москвы. Когда Гоголь жил здесь, в Москве, на Никицком бульваре, он был прихожанином университетской церкви Святой Татьяны. Церковь сохранилась, это угол Моховой и Большой Никицкой улицы. Но Гоголю тяжело было попасть в эту церковь, потому что его сразу же окружали студенты университета. Студенты Гоголя обожали. Он был кумиром студентов не только Московского университета. И вот чтобы быстрее пройти в верхний храм, он поднимал полы своей шинели и быстро проскакивал к алтарю. По-видимому, эта история была известна Николаю Андрееву, и именно таким он запечатлел нам Гоголя. Сегодня Егор проведет экскурсию по Москве. Но он даже не догадывается, какие сюрпризы его ждут. Мы подобрали специальную группу. Это наши зрители во главе с ведущей моей планетой Сосиль Плеже. Вместе они устроят Егору настоящую проверку на прочность. Сможет ли лучший гид России отстоять свое звание? Я не городской сумасшедший. Нет, меня Дима зовут. Здравствуйте. Да, к нам еще сейчас приседается моя подруга. Ее Сесиль зовут, она француженка. Живет в Москве недавно, 20 лет. Поэтому вот я ей на день рождения подарил экскурсию, чтобы она хоть немного о нашем городе узнала. Но у меня рук не много. Максима поздравим. Она прям француженка настоящая? Прямо. Настоящая не бывает, я бы так сказал. Она по-русски говорит? Говорит. Еще как. Всем привет. Меня зовут Сесиль Плеже. И у меня сегодня день рождения. И в честь моего дня рождения мой друг Дима сделал мне очень необычный подарок. Он мне подарил экскурсию по Москве. И не просто экскурсию по Москве, а экскурсию с самым лучшим гидом. И я в большом предвкушении, потому что так я еще ни разу не отмечал свои дыры. Я француженка, но уже 20 лет живу в Москве. Веду программу «Сесиль в стране чудес» и много путешествую по России. Пытаюсь понять эту загадочную страну и ее жителей. Признаюсь, это непросто. О русских существует столько мифов. Чтобы их развенчать, нужно снять сотню программ. Я побывала уже во многих местах, а мечтаю поехать знаете куда? На Камчатку. Говорят, там нереально красиво. Сесилюшка. Любовь. О, Боже. Ой, как я тебя люблю. С днем рождения. Спасибо, с днем рождения меня. Мои лучшие друзья, вот, пожалуйста. Поздравляем вас с днем рождения. Спасибо. Хотим подарить шарики, букет, торт. Вам все это придется нести, а торт еще и съесть. Поздравляем! Вот так сюрприз. Это же просто, как говорят французы, «Pour une surprise, c'est une surprise». А вот нашего гида, между прочим, преподавателя МГУ факультета журналистики, мы, кажется, поставили в неловкое положение. Группа ему досталась «Эге-гей», как говорится. У-ла-ла! Всем привет! Меня зовут Егор. Почему я вожу экскурсии по Москве? Потому что я коренной москвич, и Москва, она всегда разная. Москва историческая, связанная с драматическими событиями нашей истории. Москва научная и образовательная, потому что здесь лучший в России университет. Москва литературная, связанная с именами Пушкина, Цветаевой, Булгакова. Бывает, что идеи экскурсии приходят совершенно случайно. Ты читаешь книгу Геллеровского «Москва и москвичи» и понимаешь, что срочно нужна экскурсия по хитровке. Ты смотришь на памятник Гоголю и пытаешься разобраться, почему он стоит именно здесь, и осознаешь, что это тема для отдельного путешествия. Мне бы хотелось, чтобы скучные экскурсии ушли в прошлое. Мы будем кататься на самокатах и велосипедах. Мы будем исследовать подземную Москву и отправляться на московские крыши. Мы будем даже петь и танцевать. Все экскурсии хороши, кроме скучных. Сегодня мы совершим с вами путешествие по книжной Москве. Мы не случайно начинаем на Никольской улице, потому что это, главное, друзья, книжная улица нашего города. К началу 20 века в Москве был 31 книжный магазин, из них 26 здесь, на Никольской. Потому что именно здесь, на этой улице, была основана первая русская типография. У нас за спиной находится то самое место, которое сейчас занимает РГГУ. Я вижу книги. Российский, здесь даже написано, вон, книги, да? Человек говорит правду! Там есть книги! Российский государственный гумагитарный университет, где в царствовании Ивана Грозного впервые была основана типография «Печатный двор». Нашего первопечатника, друзья, зовут Иван Федоров. Первая книга, которую он напечатал, это «Апостол». Сейчас на Никольской улице Ивану Федорову поставлен памятник. Он такой там с книжкой стоит. У меня вопрос как раз про Ивана Федора. Вот у нас есть его памятник, мы знаем его образ, с такой бородой. Но, как я знаю, нет никаких документов о том, действительно ли он так выглядел. Я пришел на эту экскурсию, потому что ее ведет Егор Владимирович Сартаков. Можно сказать, что это мой любимый учитель в школе юного журналиста. Я готовился для того, чтобы показать себя с лучшей стороны перед моим кумиром. Федоров точно существовал. Мы просто не знаем, как он выглядел, мы даже даты точно его рождения не знаем. Мы только знаем дату точно смерти. И образ, который вы видите там на памятнике, это такой собирательный образ из 19 века. Так, похоже, перед нами ходячий московская энциклопедия. Он что, все-все про этот город знает? Ну, так же не бывает. Попробуем зайти с другой стороны. А вы эту экскурсию сами составляете? Да. Или вы бы это вам дали текст, и вы бы выучили на изостре? В Википедии. Нет, эту экскурсию я составляю сам, причем это особенная для меня экскурсия, потому что я преподаю в университете, и, собственно, о развитии образования, о развитии московского университета, и рассказываю. А вы вот эту экскурсию сколько создавали вообще? Хороший вопрос. Ей уже года три. Ну, как обычно, экскурсия пишется полтора-два месяца. Когда слышишь слово «экскурсовод», в основном говорится, «И, дорогие москвичи, мы сейчас стоим у башни Кремль, башня Кремль, высотой стопа». Я представляла примерно вот так, если честно. Я думаю, что, наверное, если я там посмею задать не вовремя вопрос, получу глазами приговор. И было очень приятно понять, что мы в какой-то степени на одной волне. Но на одной волне с Егором были не все. Муж и жена, которые пришли на экскурсию к лучшему гиду России, почему-то начали ссориться. Ты сейчас самое интересное все пропустишь. Нет, с тобой человек готовился. Ты так себя ведешь. А ты просто некрасивая. Она прикольная, я даже не думал, что. Ну, а что ты? Приехали в Москву, ты себя так ведешь. Ты мне даже не сфоткаешься ни разу. Ну, сфоткаешь, еще у нас все впереди. Ну, мы с моим мужем Дмитрием приехали с Ярославля. Я всегда хотела именно с мужем приехать на такую экскурсию. И специально подобрала тему, чтобы по центру Москвы, чтобы интересно это было. Здесь, на этом месте, все на той же Никольской улице, было основано первое высшее учебное заведение светского типа в нашей стране. Здесь, в царствовании Федора Алексеевича Романова, во второй половине 17 века была славяно-греко-латинская академия. Отсюда пошло высшее образование в нашей стране. И самый известный выпускник славяно-греко-латинской академии, имя которого написано здесь на мемориальной табличке, это Михаил Васильевич Ломоносов. В 1731 году крестьянин деревни Холмогоры Архангельской губернии притопал в Москву и поступил в эту славяно-греко-латинскую академию. Как вы относитесь к тому, что у Моносов вообще внебрачный сын Петра Первого? Экскурсант задает какой-то вопрос, а гид закатывает глаза и говорит что-то из серии «Ну вы что, это должны все знать». Мне кажется, это какое-то полное безобразие, потому что да это хорошо, что задают вопросы. Это значит, что интересуются, и я всегда говорю, что не бывает стыдных вопросов. Задавайте любые вопросы. Я здесь, собственно, для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Примерно так же отношусь к тому, что Александр Пушкин не умер в 37-м году, а стал Александром Дюмаром. Пока Егор в режиме нон-стоп отвечал на вопросы, я решила пробежаться по Никольской. В этот особый для меня день так хочется поделиться хорошим настроением. Привет! Не пугайся меня. Я просто ведущий передачи, мне подарили шарики, у меня сегодня день рождения. Эмми, будет здорово, если эти шарики добра тебе придут. Хватит шариков? Это очень странно, когда незнакомая женщина дарит шарики, но они очень безобидные. Меня зовут Зизель Пляжей, я ведущая на моей планете. И это шарики от меня, потому что у меня день рождения, а шарики должны носить добро дальше. Вот. Наслаждайся. Хорошего тебе дня. До свидания. Ну вот, еще одного человека я сделала сегодня всеслимом. А где же моя группа? А, уже подходит к Кремлю. И Егор, кажется, что-то интересное рассказывает. У вас может сложиться впечатление, что до Ивана Федоровой... Ну, подожди, сейчас только подошли в Казанский собор. Я не хочу слушать, зачем я говорю. Сейчас закончат, потом как раз попросим время перекусить. Это отвлекается. Наверное, надо удочку налетить, понимаешь? Ну, смотри тогда молча, если сейчас тебе не интересно. Это такие хранилища. И вот одна из таких церквей у меня за спиной... Меня не отвлекает тоже. Она посвящена... Слушай, мне не нравится, потому что мы время тратим для чего. Да, на их почитаем. Ну, в смысле тратим? Мы только начали. Он рассказывает про икону. Я хотела послушать как раз-то Казанский собор. Ну, хочешь? Ты можешь. Она явилась девочке Матрёне... Да, я нас с ним вместе пошла. Мы теряем бойцов? Ну, тут уж извините, друзья, семеро одного не ждут, и я точно не буду, значит... Нет, четверо уже. Мы как десять негритят, мы как десять негритят, но только четверо негритят. То есть дальше останется всё меньше и меньше. Надеюсь, что всё-таки до конца кто-то доберётся. Я с вами. Прекрасно. Мой муж Дима, он действительно хотел уйти. У него такое бывает. Он что-нибудь психанёт, что-нибудь ему не понравится. Особенно вот когда кушать он захочет. Как маленький ребёнок. Он мог уйти и испортить просто этот день. О! Похоже, наша парочка вернулась. Месье, ну что же вы себе позволяете? Как можно променять такую экскурсию на тарелку супа? Я пришёл в эту профессию из преподавания. Егор, я извиняюсь, у меня просто муж собрался уходить. Не знаю, что с этим вы уходите. Да, мне так хочется, да, чтобы вы интересовали. Да, я хочу есть. Ну, сейчас. После экскурсии будет что вспомнить за обедом? Тут не могу ничего сказать. Мне как бы так. Не могу ничего сказать. Вот здесь вот у нас целая серия ресторанов. Вы можете подождать нас там. Ну вот, я так и думала, что Дмитрий захочет сбежать. Пожалуйста. И Егор как-то легко дал ему свободу. Я бы на его месте возмутилась. Я бы на его месте возмутилась. Я бы фуриоза. Если человек вдруг решил в середине экскурсии уйти, по мне это никак не бьёт. Я всегда себе это объясняю тем, что у человека могут быть дела или человека что-то другое могло заинтересовать. Или как наш Дмитрий, ну вот он резко захотел есть, а кто-то захотел в туалет. Я не останавливаюсь. Я точно знаю, что семеро одного не ждут. И всё-таки Егор нашёл выход из ситуации. По-моему, гениальный. Сисель, скажите, остался ли у вас торт? Конечно, остался. Остался. Если наш гость так хочет подкрепиться, он может одновременно и слушать, и есть, если найдётся ложка. Есть чем есть. У меня с собой много всего есть. С собой есть ложка, прекрасно. Опа. А, знаете как? Давайте, вы кусаете, я кусаю. Можно? Как каравай. Как каравай, давайте. Не, можно ложкой. А я лицом. О, вкусно. Французские манеры. Да, французские. Да, французские. Потому что торт-то не патопорский. А там всегда так едят. Наш проголодавшийся друг заметно повеселел. И Егор приободрился. И стал с каким-то особым упоением рассказывать, как создавался Московский университет. Все сразу почувствовали, что для Егора эта тема любимая. К университету приложило руку три человека. Нам нужно помнить трех. Обычно помнят одного кого? Ломоносова. Конечно, все помнят Ломоносова. Даже я знаю. Да, действительно, инициатива об открытии университета исходила именно от Ломоносова. Но на одной инициативе далеко не уедешь. Нужны были деньги. Деньги на открытие университета дал известный вельможа 18 века Иван Иванович Шувалов. Но денег и инициативы тоже было недостаточно. Нужна была юридическая база. Юридическую базу подвела императрица Елизавета Петровна, подписавшая указ об основании Московского университета. К сожалению, друзья, это здание университета до нас не дошло. Оно было разобрано в 19 веке и построено то здание, которое мы видим сейчас. Это исторический музей. А в 19 веке для университета построили следующее здание, куда я вас и приглашаю. Арина Аллегрова в своей известной песне про Елизавету поет как раз? Что, про шальную императрицу? Нет. Она поет про Екатерину. Но у Ирины Аллегровой очень смешно, потому что... Насилий Леопардовский принт. Потому что она там поет, что экипаж ее уносит на окраину Москвы, в то время как Екатерина в Питере жила. То есть каждый раз ее на окраину Москвы далековато. Ее уносят упоминания Аллегровой в контексте этой экскурсии. На мой взгляд, это нормально. И ничего тут такого нет. Я ненавижу снобов. Я с удовольствием могу и послушать, я не знаю, какую-то эстрадную музыку, или посмотреть фильм. У меня даже лекции есть по массовым явлениям. Ну, в частности, например, я читаю лекцию по Гарри Поттеру. А вопрос еще как раз про старое здание университета. Помимо того, что Герцен и Огарев давали клятву на Воробьевых горах, им стоят здесь памятники, и они выполнены... Подождите, очень важный человек из Франции мне звонит. Да, это совершенно справедливо. Почему они выполнены из Франции, из Франции? Очень важный человек звонит. Кто там? Николай Сарквази. Здравствуйте! 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 Спасибо большое! У человека это день рождения, да? С Францией разговариваешь? Да, конечно! Я очень важный человек из Франции. Это мой папа. Я долго болтала по-французски с моим дорогим папочкой. Группа это все слушала и ничего не понимала. Но Егор терпеливо ждал. И как будто даже не злился. Мы попали с вами, друзья, в сквер, который сейчас занимает факультет журналистики Московского университета. В теплое время, как сейчас, все выходят сюда, занятия проходят прямо здесь. Студенты наши лежат здесь, принимают солнечные ванны. Так и надо, в принципе, получать науку и знания. Через удовольствие и загар. И атмосфера университета очень свободная всегда. Это историческая традиция. Университет — это пространство свободы. Я всегда говорю, что все, что я знаю, я знаю только благодаря Московскому университету. Я пришел туда когда-то десятиклассником и потом отучился в университете, остался преподавать в университете. И для нас, для университетских, это место особое. Про пространство свободы. В МГУ явно приходят самые умные, лучшие дети Москвы, всей России и даже мира. А есть какие-то советы, как поступить на факультет журналистики? Потому что это моя неизбыточная мечта. Читать. Только читать. Я всегда говорю, что университет журналистов не научит писать, он научит вас читать. Ну что ж, друзья, мы покидаем с вами сквер факультета журналистики. И я хочу показать вам еще одно место в Москве, связанное с книгами. Это Александровский сад. Сесиль, вам будет приятно услышать, что этот сад создан в начале 19 века французским архитектором Бове. Экскурсия затянула нас окончательно. Мы как-то быстро стали друзьями. И я даже узнала, что Егор, оказывается, говорит по-французски. На французском языке мое имя Егор будет как Жорж. Жорж. И мне очень тяжело выговаривать вот эту «р». Французы не говорят «ла пронс», они говорят «ла пронс». «Хэ». Говорите буквы «р» как «хэ». То есть русским, в общем, будет очень удобно говорить на французском. Но я помню... И в Александровском саду тоже есть штуки. Разные штуки исторического характера. И как раз к одной из таких штук мы сейчас с вами подойдем. Ой, я смотрю, как-то нас меньше стало. Кто-то отстал. Все-таки мы теряем у бойцов наших. Мы попали с вами в Александровский сад. И здесь мне немного хотелось рассказать вам о Кремле, который мы видим. В царствовании Иоанна Третьего Рюриковича был построен вот этот Кремль. Иван Третий приглашает итальянских зодчих, руководит этим процессом Аристотель Фьоро Ванти, который строит этот Кремль. А почему пригласили итальянцев? А здесь в игру вступает жена Ивана Третьего. Ее звали София Палеолог. Она была племянницей последнего византийского императора. И вот здесь очень интересная история. связанная с тем, что привезла София на Русь. В качестве приданного вы как раз к самой интересной части нашей истории. Смотри, это вот так вот. И в баню будешь париться. Смотри, покажи, берешь. Я так не буду. Хватит, это подарок. Спасибо. Днем рождения. Спасибо. Днем рождения, Сисиль. Поздравляем. Я, например, недавно очень сильно полюбила баню. И эти подарки настолько трогательны и настолько вовремя. Кстати, эту шапку можно носить зимой. А Егор опять показал себя образцом мудрости и стойкости. Представляю, как ему надоели наши импровизации. София Палеолог в качестве приданного привезла 70 подводов с книгами. Она вывезла самую ценную часть Константинопольской библиотеки. Это ценнейшая книжная коллекция, известная нам под названием «Библиотека Ивана Грозного» или «Легендарная Либерия». При Иване Грозном, друзья, эта библиотека пропала. Иван Грозный, куда ты ее спрятал, а куда мы не знаем до сих пор. От библиотеки исчезнувшей движемся в сторону вполне реальной. Москвичи ласково называют ее Ленинка. Это крупнейшая библиотека нашей страны, и она входит в пятерку по количеству книг всего в мире. Здание строилось долго, около 20 лет. Начали строить еще в 20-е годы, когда в моде был конструктивизм, и поэтому колонны типично конструктивистские. А заканчивали уже во время сталинского ампира, и поэтому черты ампира тоже угадываются. Безусловно, главное место в любой библиотеке – это книгохранилище, где хранятся книги. Вот он у нас по диагонали. Представьте, они в центре Москвы построили 19-этажное здание, а мы его не видим. И как тут пройти мимо памятника Достоевскому, на который каждый день любуются московские книголюбы и... Лепижун. Голуби. А это и есть памятник геморрою? Да, совершенно верно. Москвичи его называют памятник геморрою. Ну, потому что он сидит скрюченный. Рядом с ним проходит очень много флешмобов, которые даже не связаны с книгами или библиотекой. Почему они проходят здесь, и как вы к этому относитесь? А вот вы знаете, вот про флешмобы вы сейчас очень правильно подметили, потому что у меня тоже есть флешмоб. Очень хотелось бы нам всем встать и потанцевать вместе. А кто не умеет танцевать? А научим, а не хочешь, заставим. Что мы будем танцевать? Африканский, ну, африканский танец. Флешмоб. Я на самом деле вообще не знала, что это такое, и как это происходит. И сначала даже испугалась, потому что это было как-то в центре, это странно. Ну, кругом люди. Раз, два, раз, два. Поворот. Хлопаем. 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 Теперь бедрами качаем. Чем качаем? Бедрами. У всех есть бедры. Качать. Я не ожидал сам от себя, что я пойду плясать. Ну, Сесиль настолько заводная девушка, что она как-то нас сплотила в одну команду. А еще мне понравилось, что Егор, экскурсовод, поддержал эту тему и начал с нами прям прыгать, отжигать. Просто не ожидала от него. О, отлично, да. Вот это я понимаю. Мне кажется, вам надо это в свою программу. Слушайте, ребят, ну, такой веселой экскурсии у меня никогда не было. Получается, мы не только с вами, как это, зарядили мозги, мы еще и тела наши зарядили. Мне кажется, что вместе с Сесиль в нашу экскурсию пришла такая французская легкость, такое облачко яркое, которое у нас появилось, вспышкой сразу же в начале, и потом всю экскурсию она, ну, была таким звоночком, который постоянно нас радовал. Наш флешмоб еще больше зарядил всех настроением. Теперь можно гулять по Москве хоть до утра. Но, увы, тут все, время закончилось. К сожалению, пора расставаться. Дорогой Егор, это слишком коротко, я считаю. Правда, это невероятная экскурсия. Нам мало. Очень мало, скажите. Да, я не знаю, потому что это было очень интересно. Да, и хочется, правда, извиниться за все наши шалости, но это были специальные шалости, потому что мы должны проверить, насколько вы терминатор своего дела. И я хочу сказать, и вообще от лица всех нас, что этот человек знает, что делает. Терминатор. Он не просто так лучший гид России. А еще хочется сделать маленький подарок. Я... Нет. Значит, экземпляр Гоголя на французском. О, французский. Он Гоголь. Вот, вам покажу. Лиза Морт. Луне. Луне. Любимый автор. Луне. Шнобель. Лу Шнобель. Вот. Лу При Шнобель Дула Пеп. И на самом деле, что забавно, у нас в жаргоне на французском Гоголь значит немножко это самое. Ку-ку. Немножко ку-ку. И мне кажется, в общем, когда человек немножко ку-ку, это даже есть хорошо, потому что это на русском называется изюминка, да? Вот. А у нас гоголь. Мерси, поку. Вот. Я считаю, что я поступил круто, потому что подарок отличный. Ну, экскурсия хороша в первую очередь своим гидам. Егор замечательный гид. Он умный, эрудированный. И так интересно рассказывать, что я сегодня чуть-чуть поумнела и еще больше полюбила город Москва. И теперь я буду реально посещать экскурсии, буду ездить, путешествовать, стараться и буду узнавать новые места. И очень надеюсь, что моя мечта сбудется и в следующем году я окажусь на лекции Егора Владимировича как студент Московского университета. Желаю всем попасть тоже к такому же гиду и чтобы ваш день был чудесный, так же, как и мой день сегодня. Приезжайте в Москву, приходите на экскурсию, потому что наш город не исчерпаем. А я с удовольствием проведу вас по своему любимому маршруту. Спасибо! 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 Фантастически приятно. День рождения. Знаете, торта нет, но я вот на всех сейчас загадаю и дуну. Вы все классные свечки для меня, потому что вы все горите классности. Что я хочу, чтобы все у меня дни рождения проходили вот так задорно и весело, это интересно. Так что я вот загадала эти бренды. У-у-у! Ха-ха-ха-ха!